Всем привет, дорогие друзья, с вами Данис и... Касатин Гаймин Шанел. И мы продолжаем проходить игру, а в один месяц Назиры. Блин, какие ненавистики эти последние уровни? Ну, понятно уж, что не хорошо. Да, точнее, не последние уровни. А, правильнее сказать, последние части финального уровня. Ну да, глава Назиры. Глава Назиры, да. Как же она любит лаву, ух ты, големы. Они неуничтожаемы. Они, да. В общем, правда их сделали, если они неуничтожаемы. Для препятствий. Да, а вот этот вот. А ты делай его как я, то есть на расстоянии ударяй, а вбегай. Да нет, я... У меня своя атакция. Так тебе придется постоянно противоядие использовать. Да ничего не придется. Я просто в реальности не представляю себе кобру с двумя руками. Просто я не знаю, какой-то гибрид или селекцию какую-то проверить для того, чтобы скрестить. Я не знаю, какого-то примата и... Вот, все, пожалуйста. Ой, блин. Опять. А тут самое такое сейчас. Подожди, не спеши. Ты же видел, когда я прыгал? Так, стоп. Когда она начинается... Это вот. А правда сейчас будет, это и начинай прыгать. Ой, блин. Жесть какая-то. На, теперь ключ у тебя надо попасть. А здесь я на стенку. Раз, плюнуть. А вот это прыжок веры сейчас будет. Так, а теперь осторожно встань к краю, чтобы камера была хорошо... Я говорю, прыжок веры сейчас. Не, да, не к этому краю. Сюда вот. Может быть, лучше к этому я от этого... А сегодня, значит, камера как-то плохо разночилась. Так, и когда она... Насчет ехать отсюда вот, прыгать. Ой, блин. Вот. Повезло. Реально прыжок веры, блин. Ну, не прыжок веры, конечно. А, скорее, экстремальный прыжок, чем прыжок веры. А прыжок веры чем отличается-то? Прыжок веры другим отличается. Я точно не знаю, чем, но знаешь, другим чем-то. Просто смысл этого прыжка заключается и другу. Вот, иначе. Да, да. А это так, скорее, для просто экстремального вида. О, опять. А, кстати, я в том месте где-то, да, вот, когда мы вчера пытались пройти. А, мой вот этот уровень. Ну... Это я понял, что там надо делать с этой монетой Джинни. И что дальше? И что там? Так, подожди, подожди, прыгай быстро, когда сейчас будет она здесь. Успел. Я говорю, и что там надо делать-то? Я скажу потом. Я сейчас не буду пока раскрывать действия. А чего раскрывать? Самое то сейчас. Стоп-то. И рано еще, пока мы еще не пришли к этой локации. Противник появится. Я ключ взял, а она взял. Конечно, он взял. Вот, какая она. Та, та дверь открывалась быстрее. Я что-то вообще когда-то медленный. Это что-то большая. А, соответственно, большая дверь, она и будет, наверное... Ну-ка, да, добрый членцок называется. Оригинальное название. Надо. Добрый день, а также скажи. Нет, а реально было писать Добрый Живень. Нет, реально, но добрый дяди еще бы сказали. Надо. О, пасть, обры. Помнишь магазин-то, добрый дядя был? Надо. Добрый дядя, добрый джин, блин. Стыдно танцует еще, блин. Змеи, танец сабли. Да, не змея, кстати, я сразу скажу, что это не змея. Это просто такое, как бы, робот рисованный. Это не робот. Это не змеи. Это киприт просто. Человек-измеи. Ну что ж ты, не робот-то, чего такой робот? Да, конечно, робот, это железяка, ведь. Так-то. Железяка не может травить. Да, может, если дать соответствующее оружие, она может. О. О. Так, а беги здесь. Я как бы понял, что бежать надо. Здесь, кстати, да, здесь надо осторожнее быть. Здесь на скорость. Нет, тут немного другое. Сейчас надо прыгать, когда они будут синими. А сейчас они видят облавленные такие. И они могут урон нанести. Надо, я ее буду. А, а, а. Б, б, б. Довольно. Ты щас скажи, ты щас скажи, В, В, В. Так. Най сюда. Ой, блин. Куда ж ты? А я всегда так делаю, нафиг. О, то да, щас оба, мустро всюдию. Да-да. Так, Алиса, ты че, мне пришла спорить и теперь все? Извините, ребятки, что меня эта кошка побеспокоила, а то она меня постоянно любит ко мне в гости в копки заходить. Так это же хорошо наоборот. О, она лежалась на балконе, позагорала, сейчас решила у меня тут поспать, наверное. Скорее всего, на троне, да, на твоем? А, ты иди смела тут. О, опять-то что-то. Так, подождем немножко. Так, какая-то тут, вот, все сильно стой. Так, че, что ты спешил? Да немного его урону снял, на самом деле. Все равно, спешите себе, не надо. Вот, щас, щас. Так, спустись вниз, возьми эти, практически. Да. Тут, тут, ну, тут как раз, а буду сейчас. Лиса, зачем же ты на приходил сюда, писали? Чем обратно влетелся. Так, ну, а тут надо, наверное, начинял плиту прыгать. Да, я знаю, я же немного проходил этот уровень. Ищи ее. Так, она. Она выделяется из всех, ты ее увидишь. Я, конечно, не представляю. Вот она. Я уже вижу. Так, а теперь вот... Теперь выбери именно центр. Когда вот эта штука будет поворачиваться, прыгай по центру. Ой, блин. Ты чего? Ну, да это, не знаю, я же правильно все прыгаю. Тут, как я говорю... Да, но, конечно, здесь немножко странновато. Нет, тут торопиться не надо, тут уже ничего не на время, ничего. Так, сейчас она повернется, и сразу прыгай. Да, е-мое. Я же говорю, как только поворачивается к тебе, начинай прыгать. Да ладно, вот сейчас так сразу. Всего лишь игра. Тут же не надо времени, ничего. На, прыгай. Жди теперь, а не шевелись. А теперь вот сюда. Чикпоинт переделай. О, опять. Мутант. Ядовитая змея. Блин, как... Как это очень упоро это смотрится. Наташ, это как бы главный помощник Назиры. Да нет. Вообще, да, у неё как бы такой змей, это как бы её... ...главная ядовитая сила. Ну, она же колдунья. Ведьма. Так, а вот это вот, сейчас будет полный... Ну, подойди к этому. Что он скажет? Ещё чуть-чуть, а, осталось по ней, вот это вообще конец света. И сейчас по полной останется. Ну да, он прав, бляд. А вот эта монета жизни. Ну и чё... ...заворачивайся, но прыгай на соседнюю. Не на первую, а на соседнюю. А, ты об этом? Да. Ну её не так-то просто поймать ещё. Так, во. Да, блин, камера... Вот так вот, может, всё идёт. Сейчас она появится, прыгай. Ой-ёй. Не спеши здесь. Тихо. И куда дальше-то, блин? Да, смотри, на... А, вот туда теперь, походу. Точно. Теперь надо на эти краях. Да-да, я знаю, теперь вот туда. Так, если не... Не надо... Слухой ты будешь качаться-то, прыгай. Не надо спешить тут, не знаю. Я бы уже прыгнул туда бы, туда бы завязать. Так я на эту платформу прыгну. Я знаю, блин. Не похоже, что ты знаешь. Да просто очень долго... Ты это... Ждёшь пока эта штука пить. Знаю, просто... Стоит ли это вот? Похоже, что я знаю. Так. А теперь, естественно, вот эта качеля. А теперь полный пипец, собственно. И только приблизиться, прыгать. Подождите. Надо подготовиться. И камеры не могут так вот идти. Ай, блин. Ай, ну что ж ты делаешь-то? А то тупаясь. Недолго знаешь. Запросто. Быги. Ничего. Не надо. Спешка твоя от этого. А ты сам говорил, прыгай, прыгай, вот и допрыгай. Я же говорю, на... На качелю прыгай. Может ты забьёшь, но не пойдешь вперёд? Она... Она отравит меня же. Вот, что я и говорил. На чем он как-то можно было обойти? Ну а сейчас... И убить её обязательно, иначе мы погибнем. Что-то какой-то глобальный яд. Да-да. Это типа как скипидара, наверное. Скипидар и яд. Ну да. Что-то не может быть. К этому уже можно не подходить. Мы монету Джинни-то уже взяли. Всё равно надо проходить через эту монету Джинни. Как ты её взял из труда? Ну, тут уже берётся всё. Само собой. Ну, то есть, здесь её фиксируется, а то, что она взята. Подойди осторожно к краю. Вот, смотри. Джинни одна. Так, чтобы камера хорошо в ракурс попала. Хорошо, да, как же. Блин, да что ж такое? Удобная здесь камера. Так, ну и куда теперь прыгать, собственно? На соседнюю вот эту вот качелю. Вот эту? Нет, на вот эту соседнюю рядом с которой, через которую ты прыгала на монету Джинни, рядом с ней. А, вот эту вот? Да, блин. Сейчас. Опасно, знаешь ли, тут. Но! Что есть, то есть. Так, а вот теперь надо, блин. Теперь надо вот сюда вот прыгать. Я знаю, блин. Так, давай дело, если знаешь. Опасно. Знаешь. Делать. Сразу так. Так, вот это вот уже полный пипец. Так. Так, потом на качелю. Подождите, что я хочу, мне надо. Все-таки это самое. И спеши пока. Вот, вот. Стоп. Что это было? Он что, сам, сам посещал? Ты это видишь? Ты это видишь, блин? Ну да. Так, а разверни камеру. Так. О, тут как? Тут как-то это знаешь. Камера, аж говорю, разверни. Я вроде бы как... Все, вот, пожалуйста, развернул. А, ты предлагаешь мне заманить Джинни того, что ли? Нет, а путь у тебя. Теперь тебе надо прыгать на вот этот зеленый ящик. То есть, зеленый-розовый ящик. Розовый ящик? Да. Ну, вон он стоит. На него встань. А вот тут вот уже придется бы делать молниеносно. Вот. О, блин! Назира, жди меня! О, блин! Собогу, прошли! Спасибо тебе, Кость, большое! То, что был один фейл, это ничего. И тебе, Ром, тоже спасибо за поддержку. О, дополнительная жизнь, замечательно. Ну да. То, что и потеряли, как говорится, и восстановили обратно. Самое интересное. Сейчас еще и дополнительная жизнь, блин, будет, поверь. А если Назира сейчас будет? Или Назира как раз вот вполне может быть. Ага, анти-Назира. Опять жизнь. Ну, как говорится, только приплюсовал потерянную жизнь. Все, виновная битва. Да. Да, да. Ну, что, Назира, прошу тебе время слиться. Вот вон, блядь. Голова, что ли, оттуда? Вот надо по голове по этой попадать. Эти братья. Сначала, подожди, сначала вот туда вот надо попасть как-то. А потом сюда. Вот туда вот надо. Да, блин. Вот сюда вот, видишь? Где она летает. Вот. И, блин, надо быстрее это. Убить пока. О-о-о. Вот она. Она, я что, взявась тут? На. Убивите. На. Подожди. Так надо бомбонилась и действовать, и низ. Это невозможно, но не возможно. Возможно. Еще два, еще раз два раза. Сделается, она сможет возродиться. Товарищ Шапар. Это по ней именно. Да. Да, вот по этой голове надо стрелять. Я опоздал, дорогая, да? Через метр. Ну, все равно надо вот по этой летающей штуке стрелять. А не надо стрелять, а не по летающей штуке. По летающей штуке так бы тоже. Нет, тебе говорю. Нет. Ну, ты же не подбираешь-то. Там же можно будет пожиблять. Видишь, она не попадает. Если тебе правильно рассчитать, то можно попасть. А, я понял, как это делается. Сначала вот эту пувшин ее забить, из которой она держится. Потом туда попасть. Да, стой на месте пока, чтобы выбрать ее. Да она меня задевает все равно. Видишь? Ну, я разберусь с ней. Я разберусь побыстрее, ребят. Я говорю реальный факт. Пусть им уже с фейвами, но я разберусь. Все, отзыв, что он не спустил. Как раз таки вот это и надо делать. Ты сейчас фокусы льешь. Ну, ты что делаешь-то? Держи с ней уже потерял. Ты того с него сливаешься. Опоздал, бродяга. Все, все равно для жизни-то не будет, как говорится. Тем же на следующих попытках. Так, я стреляю, когда она вот эта подлетает, что просить. Так я же говорил, выбери одну позицию и зафиксируй ее движение. Так, извините, пожалуйста, ребят. Ну, блин. Он же тебе сказал, стоять на месте. Не знаю, как-то уворачивать. Ломай эту штуку-то. Ты же вроде готов. Вот она. Странно, что я сама по себе забрала и сама всех ее кинулась. Тебе надо ему в пасть стрелять. В пасть, говоришь? Да. Недаром же он ее открыл. Нет, ничего не получается. Просто если у него хорошо попасть, то можно поучиться. Я, по-моему, так субьился, если не ошибаюсь. Но я так сражался. Ну, что, ходи в финальная битва, что ж ты думаешь? Финал батл. Ты уже два раза впервые, кто-то пробежил. Естественно, еще три попытки. Вообще-то, три раза, бутылки. Мы ж сохранились, да? Да-да. Значит, я тебе говорю, да, выбери место, когда она не кидается. Вот, и как только она взяла корону или что-то там, то сразу её кидай, тогда она как-то улетает, а потом ещё раз в неё. Возьми сначала... Нет, тут надо сбивать из-за неё столько мечом, которое она держит. А нет, не мечом, они так сбиваются, броском. Сейчас надо ту ту ту, где она улетает, а то есть... Так ты взял уже заряды, стой. Нет, та штука, которой они убудут... Опять же. Играет музыка Так как ты мечом-то ударишь? Нет, это штука, которую она в руках держит, говорю. Не пауку эту. Да, которую она держит в руках. Даже не пауку, а посох. Волшебный посох такой. Вот я точно знаю, что надо ударить. Ну и как ты планируешь ударять? Чё за, блин, стреляющая голова? Не, я точно знаю, что ударять надо. Просто надо найти, пускай, в этот момент. Наверное, скорее всего, имеется в виду подпрыгнуть, наверное, и ударить. Как бежать, подпрыгнуть. Осторожно подпрыгнуть, имеется в виду. Нет. Ты опоздал, бродяга. Ну как это нет? Ведь она что-то практически сделана, что? Когда она от этого возрастается? Эту штуку, которую она держит, ровно. Я же ее поударял. Так ты ее это избивал. Прицелом избивал ее. Так а потом надо ее ударить, когда она вот сюда вот на пол упадет. Ниш, ты же сейчас попал по ней. Ну как ты еще можешь сбить? Только если по ней попасть. Нет, сначала сбить, потом когда она упадет ко мне, мечом ее ударить. Не, я же знаю ведь, я же сражался именно так, что надо ее в воздухе сбивать. Блин, ну мне непорядок. Ты опоздал, бродяга. Так, я же говорю, как делать? Возьми сейчас заряды ближайшие. Ну вот. И стой на месте. Ключи прицела и стой на месте. Вот здесь где-нибудь. Как только она с ней появится, надо было бросать. Вот как видишь, как мешает этот Джафар. Так я же говорю, надо правильно стать просто. Надо ее не сбил. Когда она с такой штукой, надо... Что-то я не помню, что с Джафаром-то сделалось. В этом мультике. А ты что ее не ломаешь-то ее? А вот где она? Да форжишь, ты чего? Давай, бери ее. А вот как просто видел, что надо ее сломать. Ну теперь уже поздно. Сейчас она опять туда ее возьмет и сломает. Ну она тут... Ну как-то же его можно убить. Вот так вот. Что-то можно и сближать. Не можем каждый раз с ботуда падать. Вот в эту вот большую штуку надо попадать, которая вверху. А, по этой шарке что-ли, по его? А-а-а. Понятно, теперь. Ну ты сбить ту, а разбить надо. Надо. Ну нет, ну она будет несколько раз ее убрать все-таки. Потому что я это точно не знаю. Призывать будет не брать, а призывать. Брать это если она уже лежит готовая. А когда она... Ее нету, то она, естественно, ее призывает. Так, ну-ка, приготовь сейчас, а... Да блин, я ж взял эти штуки отшигания. Так, а вот сейчас надо приготовить. Блин, опять... Скинул. Скинул. Такая уже простая битва, как кажется, впервые. Слушай, а может ему сразу в башки попасть? Нет, так не получится. Вон же она. Блин, да мне до сюда идти надо, блин, еще? Да блин. У нас тоже гравитация подобрала ее. А вот он. Вот так вот. Вот так вот. Аааа! Ааааа! Тихо! Так. Вот он где. Так, все. Да, блин. Да, блин! Ты опоздал, бродяга. Через несколько мгновений. Финальная битва сейчас передали. Надо. Так, сейчас она будет её. Так, а где она сейчас? Да возле тебя же. Да вот же она возле тебя. А, этим самым мы Джафару не даём возродиться. Она сейчас... Она скинула. Тем самым Джафара. Так, она сейчас будет брать её. Да блин. Да она только должна делать, она должна вблизи её кидать. Надо так делать, а чё? Надо делать случайным образом. Ой, блин. А если говорить по программному, там вот, рандомайз таймер. Случайное число. А теперь я надо ему кидать. В середину. Надо же идти, сеньор, середина. Отчего ты сбиваешь прицел всегда? Потому что... Он Дора стреляет. Надо идти на жертву. О, попал. Заряды. 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 Так, подожди. Есть. О, блин. А, надо было ему ещё один удар. Сдал, бродяга. Через мото. То есть, получается, значит, фишка, я так понял, дать... осуществить возрождение от этого... Джафара. Вот. А потом её, собственно, уничтожать. А потом она это... Опять расстроится. Расстроится. Это она же его жена. Ничего. Такой-то, наверное, весь и прикол. Что вынести она от Джафара. Ну да. То есть, пусть она его спокойно себе... Восстанавливает. А она потом исчезнет. В Жапоне же она же не принимала участия. Когда... Восстанавливаемую жизнь. Но всё равно тут надо вот эти штуки её сбивать. Не обязательно. Так, теперь встань по центру Джафара. Ну вот. И стой. И приготовь сразу оружие. С прицелом. Жди, пока она его не возродит. А потом начинай кидаться. Расскажер. Приготовься. Просто сбивай, когда он... Вдруг в адрес брошает. А потом сразу же... Украсно это. Не, 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 не. Не, 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 не. Не, 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 не... Не, не, не... Не, 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 не. Куда он? Попал Мы любим хардкор, да? Да-да Если ты бегаешь, ты ему создаёшь идеальную среду для попадания А так, когда он по центру тебя кидает, ты можешь всегда отбить Блин, он не просто слез Мы не только сверху кидаем Блин, блин Не надоел один каждый раз из Бодуна падать Куда? Из Бодуна Не, ну шутки, тут, конечно, финальные пить Просто, не знаю Нужны просто Для А ты кофе как думаешь? Да-да, шутки нужны Ну мы во что бы то ни стало пройдём-то, да? Просто У Ладина, когда стал мало хп, решил Сбои на пицы не пасть Хотя многие думают Сейчас мы берём заряды просто-то чисто Да-да Спас, не давай Ладину об руки взять бутылку Хехе-хехе 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 Ну если чем меньше хп, тем больше от travelled с ним об ручке Так А теперь, вот тут, станешь где он крутится от этого, от Аеватера Я же говорю, тебе надо заранее встать, потому что ты уже должен знать, с какого направления он кидает. Тут камни, по крайней мере. Блин, тут камни падают, надо сейчас только бегать. Так, сейчас я буду уже приводить его к Авдессии. Лена камни берет. Призывает их. У нас, конечно, колдунеть не хочу. Так, все. Еще пока нет. Еще один раз. Подержи уже заряды, приготовься уже, наконец-то. Вот. Стреляющая голова, блин. Вот как это? Вот, сейчас опять буду на... С горя напьется. Ну, что, мне кажется, можно разбивать, которые в тебя попадали. Так что, старайся их разбивать. Ну, все, опять сплю надо. С горя напьется, бам. Ты опоздал, бродяга. Да. Да. Ее, как, ты знаете, дергает, когда он попадает, это такой рывок такой у него происходит, у этого Джафара. И, кстати, это вот. Я скажу, что эта Нальтира, она в игре никакая не жена ему. Она просто его источник силы. Она как бы его делает, потом перемещается в него, вот, и начинает кидать. А когда ты вот это вот огненные шары отбиваешь и стреляешь в эту, уязвятую зимую точку, а вот, то ты наносишь удар, как-то не ему, а ей наносишь удар. Так, сейчас будет битва. Достаточно бегать. Стоп. Я же говорю, стоп, включай прицел. Да, это штуки такие. Главное, огонь сейчас. Посмотри, за шарами. Самое главное. Не только за этой точкой, а вот. На и шары лови. Ты аж так видишь, аж дергается вон. Да, блин. Да, блин. Че, опять за горе напился, да? Ты опоздал, бродяга. Поэтому я же говорю, как только заряды берешь, вот, и... Жди заполнение полоски. Ну, у нас все равно постреляют, тут же везде все падает, камни там всякие, лапы. Тебе надо просто подальше стоять. Здесь, там, где возможно. Да, тебе после игры придется Алладина закодировать. А то она, иначе, не перестанет прийти. Ну, а эти камни, она их призывает и кидает. Ну, вот, если говорю, камни надо. Все, смотри. Не, камни это камни. Камни, они как-то кого урона не наносят. А вот именно огонь, баба... Тут важна каждая капелька жизни. Так, осталась еще одна полоска. Еще две. Дай посмотрим, сколько она восстановит. Все реально две. Вот это? Ну, вот и все. Она его восстановила. А мы-то будем не коснуться. Так, приготовься, сейчас буду... Только не трать. Так, похоже, на дождь у нас. Да, сейчас какой-то вообще вон. Жизнь, просто. Это что, это же... Это же Джафар. Не, ну какой-то вообще, бухгал, я не знаю. Сейчас. Не подходи близко, я же тебе говори. Как раз таки надо. Ты вообще даешь, блин. Ты даешь, говоришь, он у тебя напивается, падает. Я же тебе говорил несколько раз, уже не подходи близко. Как раз таки говорю, надо близко подходить, чтобы сбивать эти гребные шары. Он же шарит свои. Ты же на расстоянии можешь сбивать. Ты же на расстоянии можешь эти заряды не сбивать. Он их и вниз стреляет, и вверх стреляет. Так, сначала надо шар стрелять, главное, а потом уже по нему. А, кстати, что забыл сказать. Он стреляет эти шары от своей этой красной точки, кстати. Ты опоздал, дорогая. От которой надо клоняться от выстрелов, ты вообще бей потом. Сами знаете, что. Надо полная фиаско. И главное, никогда не стоять впритык к нему. Если стоять на расстоянии, то можно победить. А если вот так впритык, как сейчас, то легко, конечно, свелиться. Джеффару, видимо, тогда поражения было мало. Видимо, еще одного захотел. Я же говорю, то как-то Джеффар уже уничтоженный. Это просто им будет руководить Назира. Она будет в нем находиться, я же сказал. И она будет все это делать. Так что так? Короче, Джеффар в ее руках, моя нет капуста. Ну да, потому что она же, как бы, переселится в него. Вот, она пересилилась в него. Следи, чтобы он у тебя опять не упал с горя. Продолжение следует... Ты опоздал, бродяга. На расстоянии возможно убить. Просто нужна внимательность. А я невнимателен, да. Я уже все пытаюсь. Сам-то таков, сам-то давно не играл. Легко справлюсь. Легко. Как говорится, заключим своего рода пари. У кого будет больше просмотров, то ты крутой. Это не так, я знаю, дело. И, кстати, вот эти вот стаплии желтые. Это она делает свои собственные стаплии. В виде змей. Да, это ее личная стаплия. А может, только вы здесь стоите? Мне кажется, это плохая идея. Ну, и, и, как я уже говорил, ты не спеши сразу пострелять в эту красную точку. А сначала стреляй по шару, а потом уже только в ту красную штуку. Так, он много шаров выпускает. Так, начинается петра. Уже плохо. Да не, вообще-то все, она пьется. Пойдет с бодуна. Вот в этот шар точно нельзя было попасть. Надо. Ну, ладно, где еще ты? Нет, я говорю, он стоит там. Именно когда она стреляет. Вернее, он стреляет. Она. Она стреляет. Он уже не живой. Видишь, что он уже не живой. Ты же заметил, замечал, что она исчезает потом? Это означает то, что она переселяется в него. И начинает уже вести свои действия. Здесь вот аптечки давали. Вот это да. Наверное, битя будет много аптечек. А сейчас, кстати, применим новую тактику, Денис. Называется разведывательный бег. Чего-чего-чего? Что это такое? Это то, когда ты будешь просто бегать и смотреть, откуда он вообще стреляет этими шарами. То есть сейчас просто бегай и наблюдать. Да он везде стреляет. Нет, больше всего. Я имею в виду, в каких направлениях он стреляет. Надо вычислить. И вот тогда он выбирает момент и действовать. Тактика выгодная. Просто если один раз пробежаться и запомнить, когда он стреляет одними или двумя шарами, тогда и начинать его сокрушать. Стоп, я кажется, понял кое-что. Я же тебе объясню, как надо делать. Ты смотришь шары и прыгай еще до павлов, помимо этого. Не только бегай, но и прыгай. Надо стрелять в него тогда, когда он поворачивается. Это я слышал именно так. Но просто, я же говорю, именно шары перепрыгивать надо. Одного бегом недостаточно, как видишь. Ладно, финальная битва тут уж и говорит. Ты опоздал, бродяга. Через несколько мгновений... Это она сказала, как под свои последние слова. А потому что она потом уже ничего не скажет. Я так помню. То есть она сейчас сказала хвостовство типа. Тебя пошла, это... Шафар восстанавливается, воскреснет, и мы захватим весь мир. Да. Это она хвастается. Она именно так сказала. Я же говорю, это хвостовство. А хвостовство, кстати, как мы знаем, это признак фиаско. Даже вот в качестве примера приведу Обливион. Ребят, я сейчас не вместо комментариев, но просто... В чём, собственно, был пример. У меня же главная героиня прокачана основательно, так хорошо, дробящим оружием. Один там начал хвастаться, дремора. И... В общем, результат получился тот, что он из-за своего хвостовства потерпел полная фиаскость. Главная героиня его двух ударов зарубила. Ну, так само и Назира тоже. Ну, пока Назира держит вверх. Не сказал бы. Как же... Пока... Назира... Назира Джафар побеждает. Да блин, вот пока этот... Какой-то эту глупую пласть есть. Да блин, вот пока... Какой-то другой пласть есть. Какой-то другой пласть есть. не один как бус буду на таки пусть будет у меня как-то появилось все таки так надо просто очень часто его и сам попадать когда он поборачивается так когда он говорится ему больно будет ебешь не больно есть я надеюсь что у меня получится хотя бы раз застрелить его победить когда я как и говорю класса не люблю сама наводя жду сто процентов на другом это никак вот тип вот тебе этот алкоголик сейчас ребята так я здесь будь проклят тот день когда я сел за барангут в пылесосе только тут будь прогляд день когда я сел в эту же фарри началась и устрелять ну само собой пройдем это тут разработчики же рассчитывали на а парные выстрелы что то есть один выстрел в шар один и выстрел в него нам а а и а и Так, пока вроде так отлично. Сбиваем роли. Такой же не русифицирован. Так, видим, что злость отступает. О, старый добрый товар. Эй, Олен, вы просто победили Назира и Яфар! Ну и, конечно же, наши баллы не будут. Всё. Что скажешь? Ну что, скажем... Да, конечно, Уэцпей у нас был напряжённый, с большим количеством выборов. Но, смотря на это, смотря на это, в целом, игра понравилась. На самом деле, вот, кажется, что вроде игра детская, но она настолько трудная. Ну как настолько трудная? Я не перекибаю сейчас палку, просто... Как это сказать? Что довольно трудная, там места попадаются, где можно сбылиться. Ну как раз, непонятное дело, что ли? Да. Клупо идти без боевого не сможет уже. А шо, сколько начальный уровень? Нет, даже не чёрный. Ну вот... Ну что ж, у меня... Вот то, что дальше, это уже... Особенно давали вот это. Так, если не случился... Так, ну а теперь... Так что ж... Пропрощаемся. Ну, в общем... Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, комментируйте, оценивайте и ждите на вас. Всем удачи! Удачи!